И снова премьера в Евпаторийском театре «Золотой ключик» Новая постановка «Волшебник изумрудного города» Это не просто спектакль, а спектакль-игра Сегодня мы с вами окажемся не только за кулисами, но и на сцене Да-да, на сцене, пойдем! Ваш театр славится тем, что вы рассказываете сказки, уже известные давным-давно, и детские истории на новый лад Вот этот спектакль, я так понимаю, он не стал исключением, нас ждет игра-спектакль, что это значит? Спектакль-игра, ну, есть такой жанр, игровой театр Мы решили поэкспериментировать в этом жанре Есть прекрасная книжка Будкевича к игровому театру То есть это целая такая театральная школа Когда все, что происходит на сцене, происходит на таком кураже, как обычно происходит в детских играх Когда ребенок играет, он все вокруг себя превращает в то, во что хочет Табуретки буквально могут стать Феррари, а, я не знаю, там палка, шпага и Д'Артаньяна И ребенок настолько будет увлечен в это играть и верить, что действительно, даже если сторонний наблюдатель увидит это Он на мгновение может тоже поверить в то, что палка это шпага, табуретки это кони, а ковер это океан Здесь много всевозможных экспериментальных моментов Начиная от того, что мы каждый спектакль берем из зала двух зрителей Как правило, мы стараемся делать так, чтобы это были разнополые зрители То есть мальчик, девочка, мужчина, женщина, девушка, юноша Люди ничего не знают, никаких договоренностей прежде, ранее мы не делаем специально То есть мы человека вводим в шок, в некий Человек дает согласие на участие в спектакле прямо во время спектакля Выходит на сцену и становится участником этого спектакля А режиссер, то бишь я, нахожусь в зрительном зале весь спектакль И в общем-то и распределение ролей, и многие какие-то моменты Происходят здесь и в минуту сейчас в качестве импровизации, в качестве экспромта Я могу остановить спектакль, я могу подсказать текст, я могу поменять предлагаемые обстоятельства Это же здорово, на самом деле это очень круто Это очень-очень, это самый живой спектакль из всего, что мы когда-либо делали Во всех отношениях, потому что он непредсказуемый, он никогда в жизни не повторяется и не повторится И это здорово Так, друзья, ну что ж, пойдемте в гримерку У нас путь с вами один, путь верный, сразу в женскую Так, оператор мой, Игорь, постой, здесь женская гримерка Когда он скажет, можно мы зайдем? Здравствуйте, можно? Можно, все женщины одеты, заходите, потому что у меня оператор мужчина Здравствуйте Вы в костюме, что ли? Я так получила, я не знала, честно Я просто совпала Интограм никто, конечно же, не смотрит Это совпадение, друзья Ладно, пока запишем Так, главная женская роль, мне сказали, что исполняете ее в ударе Неправда, врут все? Все врут, нет, я не знаю, кто будет играть Элли Как это? У нас распределение происходит прямо вот на сцене Вот выходит Андрей Олегович на мелок И вот, кто ему попался первым, того и распределяет То есть, теоретически, Элли может и сыграть вы? Да Я могу Он и заводит Я могу сыграть Элли, это роль на сопротивление Я готовлюсь к этой роли Но желательно сыграл бы Дровосека или Татошку, или Льва Страшилу Страшилу? Страшилу легко, мне даже делать ничего не придется Как готовитесь, друзья? У вас тут минимум... Подождите, видимо, максимум Ничего, все нормально, все хорошо Мы сидим, смеемся, настраиваемся Ожидаем прекрасной встречи с нашими зрителями Вот, тем более у нас же каждый раз новые зрители играют с нами вместе Становятся актерами Мы не знаем, кто это будет Мы так сидим годами А кто это может быть? А какой он будет? Мальчик или девочка? А может, и мальчик, и девочка? В общем, интересно Сидим, общаемся Ну, вообще, это очень интересный опыт Действительно, вы каждый раз не знаете, что будет происходить дальше Как вам? Уже премьера состоялась? Как это все проходит? Спектакль набирает обороты Он как поезд несется И ты уже не можешь встать Там обдумать, как отреагировать на эту реплику У тебя нет времени Вот здесь сейчас Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп Давай-давай-давай-давай Быстрее, быстрее, вперед-вперед И надо же еще доносить мысль до зрителя Месседж-месседж Сверхзадача Слушайте, ну классно, здорово Мне кажется, вам так кайфово в этой всей истории Да, прикольно Вы хотите с нами выиграть? Приглашается? Да, обязательно Вы хотите прям сегодня? А чего нет? Да, друзья, вот так все и происходит Понимаете, по облату на самом деле На телевидении работа Хочу, на телевидении работа Хочу выйти на сцену Не захочу, не выйду А вы что думали? Да Все куплено, все проплачено А? Надо денежки, пожалуйста, устроить Да, да, я не знаю Выбираю не я, но деньги мне Десять, да, как и договаривались? Легче, проще, выше, зелее Легче, проще, выше, зелее Легче, проще, выше, зелее Я хочу, пожалуйста, не знаю Нет заметного желания Прямо сейчас, в эти секунды, я задействована в спектакле. Это невероятное ощущение. И на моем месте может побывать каждый, кто придет на спектакль. А пошла актриса. Профессиональная актриса, которая даст мне команду. И я тоже пойду за ней на сцену. Настолько увлекательно, ребята. Я даже не представляла, как это интересно. Делать участие в самом спектакле. Все время хожу за пылесами. А здесь просто невероятно. Ну, ты. Мы рады, что здесь. А вы молодцы, большие. Вы настоящая актриса. Занимайте хотя бы на мгновение. Свои зрительские места в зале. И все равно давайте приспорим. Привет. Здравствуйте. Ну что, давай поговорим с тобой. У нас в сцене с тобой были двумя актерами. Как тебе? Ну да. Мне очень понравилось. Мне очень тоже понравилось. Было очень весело. Особенно, когда... Ну, поначалу было очень страшно. Но потом, по мере поступления, постоянно, ну, все длилось к финалу. И ты привыкал к этому. Я видела, ты вошел так во вкус, в роль. У тебя получалось. Да, но иногда было очень страшно. А что самый был какой интересный момент? Когда я пришел стаканаты делать, я боялся, что я сейчас не попаду в такт. И начну, ну, начну промашиваться в такт. И все. Не получится. У тебя получилось. Молодец. Не старался. Довольный? Я очень довольна. Это, наверное, момент на всю жизнь запомнил. И я тоже. Дай пять. Спасибо тебе. Что же касается самой сказки, нам очень важно было ее сохранить. Первоначальную сказку, которую написал Александр Милентьевич Волков, известный математик, известный сказочник, который подарил миру волшебника из Мрудного города и целый цикл произведений. И сказку мы сохранили. И самая главная мысль, что нужно верить в себя и в свои силы, что это, наверное, самое главное в жизни. Вот это та мысль, которую мы хотим донести до зрителя. И это, как бы она банально не звучала, это очень актуальная мысль. Очень актуальная. И когда мы в финале выходим на нее, вот, когда приходят они к Гудвину, а Гудвин снимает очки и говорит, ребята, да я обычный человек. Он говорит, как, вы нам не дадите там мозги и сердце и смелость, а у них на самом деле есть все это. Просто им не хватало веры в себя, как порой не хватает нам, обычным людям в обычной жизни, да? Когда мы беремся за новое дело, и у нас какие-то сомнения, а вдруг не получится, а вдруг не хватит сил, а вдруг вот я не настолько талантлив, а вдруг меня не поддерживают. Не надо бояться, надо брать и делать, и идти вперед смело с гордо поднятой головой. Слушайте, вот ваше выступление сейчас вместо всех коучей можно смотреть. Тони Робинса можно просто вас послушать. А тебе понравилось? Да, мне сильно понравилось это, было круто. А кто еще хотел бы побыть актером на сцене? Ого, сколько рук! Что все? В серьезном? Вам не страшно? Нет! Вообще? Да! Вы смелы? Да! Вы будете говорить все, что я вам скажу? Да! Повелеваю! Повелеваю! Класс, я научилась управлять детьми. Какая главная мысль? Что надо верить в себя, что не бояться. А вы как думаете, какая главная мысль? То, что надо верить в себя! Сейчас подождите, подождите, давайте по очереди. Давайте каждый скажет свою версию. Хорошо? Давай. Надо верить в себя. Надо верить в себя Надо верить в себя Я тоже думаю, надо верить в себя Ну давай, удиви меня Надо верить в себя Да ладно! Надо верить в себя И помогать другим верить в себя Мой хороший, иди ко мне Молодец И вы молодцы, идите ко мне все Идите ко мне Мир полон музыки и красоты Нужно лишь посмотреть вокруг влюбленными глазами Гласит девиз постановки «Сезон любви» Русский драматический театр имени Горького Приглашает вас окунуться в атмосферу 70-х годов И узнать историю, которая полностью перевернула жизнь одной семьи Начало спектакля в 19.00 В воскресенье на сцене Севастопольского театра имени Луначарского Спектакль «То да сё» Вас ждут мало знакомые рассказы Антона Павловича Чехова В постановке московского режиссера Никиты Гриншпуна Начало спектакля в 18.30 11 апреля на этой же сцене спектакль по одному из самых загадочных произведений русской литературы Мастера Маргарита Атмосфера постановки полностью передает мир книжного романа Здесь знакомые каждому образы и любимые герои Рассказывают историю о вечной любви Начало спектакля в 18.30 12 апреля на сцене Евпаторийского театра «Золотой ключик» спектакль по мотивам рассказов о Генри Отправной точкой в художественном решении в воплощении образов стал дух черно-белого кино Грим, костюмы, прически – всё отсылает нас в ту романтическую эпоху, когда вместо тысячи слов говорили выразительные жесты, позы, глаза и события Начало спектакля в 18.30 14 апреля на сцене музыкального театра Крыма спектакль «Ханума» Классическая грузинская пьеса «Вадевиль» рассказывает о лучшей тифлистской свахе По сюжету энергичная и предприимчивая Ханума ищет невесту для стареющего князя, прокутившего всё своё состояние Комедия полностью передает дух маленького грузинского городка Начало спектакля в 18.00 Субтитры создавал DimaTorzok